Майнив, но с вами всем привет и сегодня с реакцией на видео, которое называется самые невезучие люди. Давайте же посмотрим, как кому-то не везло и будем радоваться, что нам так не везет. Опа, привет, я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в стиме, ребята, если вы хотели как-то поддержать или попробовать мою игру просто, может она вам даже понравится, поэтому очень рад, вы можете перейти по ссылке в описании и купить. На самом деле это будет сейчас лучшая поддержка меня, для меня это очень важно, правда, это прям новая ветка моей жизни, поэтому если вы правда хотите меня поддержать, приходите в стим, покупайте игру, играйте ее, оставляйте отзывы. Вот, а так продолжаем сходить видос. Время от времени мы все испытываем неловкие моменты, из-за которых хочется лично заплатить. Но поверьте, как бы стыдно вам не было, ваша неудача не сравняться с кринжем, который я покажу вам в этом видео. Ведь сегодня мы взглянем на людей, у которых выдался до смешного неудачный день. Увидим эмоциональные вспышки, профессиональные ошибки и дорогие просчеты. В общем, вот люди, у которых выдались самые неприятные дни. Все знают, что я отлично лажу с дамами, но чтобы стать таким обходительным, нужна практика, из чего-то надо начинать. А он силен, потому что он стилевый. Не вижу тут никакой неудачи. Попытку флирта этого парня сняли на видео, когда он пытался привлечь девушку своим танцем. Пока он... Не знаю, суперстилевый парень. Старался завоевать сердце с помощью игривых взглядов. Девушка просто стояла, явно не впечатлившись. Не только у этой пары напряженные отношения. Карта-тек грилл от ресторан в Лас-Вегасе со странной особенностью. Ничего не понимают, ничего не понимают. Такого стильного парня выпускают. Те, кто весит больше 160 кило, едят бесплатно. Для этого в необычном заведении у входа установлены гигантские весы, чтобы посетители могли подтвердить свой вес. И один мужчина решил жестоко разыграть жену, заставив ее поверить, что она сильно потолстела. Это подстава. Это подстава. Когда его жена неизбежно узнала правду, она наверняка потащила мужа прямиком в одну из знаменитых свадебных часовен Вегаса, чтобы аннулировать брак. Оставим Вегас и посмотрим на неудачное представление на детском дне рождения. Этот артист преподнес неожиданный подарок и показал детям, как бы выглядела принцесса Эльза, если бы она сделала прическу времен французской революции. Малышам будет нелегко принять, что это не диснеевская принцесса, а какой-то мужчина. А вот другой человек и правда остался без работы. А что он стоит? Время так жестоко. В один миг ты молодой уборщик со шваброй в руке и ветром в волосах. А, это робот, типа, это робот-уборщик. Ты уже старик в чистом торговом центре и смотришь, как твою работу крадет робот-уборщик. Пока этот мужчина наблюдал за работой скребка Авид-бот Нео, ему оставалось вытирать разве что собственные слезы. Хотя он не... Он такой растерянный, он такой грустный. ...действительный, кому испортили жизнь технологии. Смирай. Успокойся твои волосы. Ну это жестоко, но мама не поняла. Дупые фильтры ваши вот эти. Вот пфу на них. Она спрежевала. Я представляю. Я представляю. Зато родители хи-хи-ха-ха. А ребенка травма. Они не могут остановиться. Они не могут остановиться. Реально. Ребенка истерика еще дальше. Так. А давай не прикалываться дальше. Опа-опа. Смотри, у тебя чуть принеклась. У тебя теперь зубов нет. Ха-ха-ха-ха. Этому мальчику точно понадобится психолог. Но ему придется подождать. Потому что в кабинет психолога выстроилась длинная очередь детей. И среди них есть эта бедняжка. Она пыталась сдержать. Ну это ладно. Она так не возбудила, потом пошла. Она так упала. Пфу. Как? Я не знаю. Это фотографично. Но интерактивная скульптура на Хэллоуин добила ее черепом, прыгающим из мешка. По крайней мере, она ушла, не расплакавшись. В отличие от мальчика. Ушла просто. Как королева. Пумба, ты куда? Пумба. Когда мальчик пришел на Дисней на льву в 22-м году, все вернулось кошмаром. В королеве Пумба поет о том, как легка жизнь без переживаний. Откуда мотану? Но этот Пумба наделил ребенка переживаниями на много лет не иначе. Несмотря на пугающее происшествие, мальчику тоже придется подождать психолога, у которого групповая сессия сразу с тремя детьми. О нет. Это родители, конечно, приколисты. Ладно, чтобы потом их дети не прикалывались. Пар, помогите, они не знают, что они делают. Пар, помогите. Как-то это слишком для розыгрыша. После многих лет грязных подгузников и громких истерик, мама и тиктокерша Мбарретт, видимо, решила отомстить детям в 21-м году с помощью лабиринта с пугалкой. Хотя родители посмеялись, мне кажется, они сыграли злую шутку с собой же. Когда у детей начнутся кошмары о страшных лабиринтах, и они будут кричать по ночам, будет уже совсем не так смешно. Те дети, вероятно, перестали доверять своим родителям после такого, но... Да, проблема, конечно, то, что дети иногда это слишком близко к сердцу принимают. Ну, как бы, это нормально, они же наивные. Дети, они же как чистый лист бумаги, они наивные и не понимают. Поэтому, блин, тяжко-тяжко. Вот, битва в Нерф зашла далеко. Посмотрите на его глаза. Война ужасна, в чем этот юный солдат убедился благодаря собственному отцу. К счастью, оружие Нерф не опасно, и боец пережил сражение без единой царапины. Но следующий наш герой стал жертвой... Ну, отец на опыте просто. Наряда, который оказался куда более серьезным. По крайней мере, он притворился, что в него попали, чтобы разыграть гольфиста, чей мяч залетел к нему. Гольфист думает, капец. Какая жесть, какой кошмар. Типичный папин юмор. Этого папу зовут Джейсон Сутен. И у него несколько напряженные отношения с гольфом, потому что его дом находится у поля, и гольфисты вечно забрасывают мячи на его участок. Ну да, я понимаю, почему у него такое отношение. Не надо отомстить. Джейсон испортил день одного из игроков этим идеальным розыгрышем. Впрочем, бывают и правда неудачные броски. Ну да. Э, что? Что улетело? Посылка ли? Что-то улетело у него. Ну, походу, посылка там Амазон, да? Да, Амазон. Да. Неплохой способ защитить посылку от кражи. Курьера Амазона донимала насекомое, когда он нес заказ и врезал... Это просто жесть. А вот и на крыше. Необычный. Когда хозяйка дома увидела запись с камер, она простила курьера за такую неудачу. Но вот следующий доставщик совершил менее простительную ошибку. Ой-ой-ой. Нет, 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 нет. Не наклоняйся сильно, ты дурак! Со второй доставщик. Блин, прикол. Хе-хе. Несмотря на снег, этот курьер не смог сохранить хладнокровие, когда вез холодильник за 4200 долларов в городе Талмашвак. Зачем он начал ставить? Зачем он начал ставить? Типа один. Ну типа подождал бы своего товарища, сказал бы, братан, помоги, пожалуйста. К сожалению, не только невезучий курьер взял больше, чем смог унести. О, это мы видели в начале видео, да? Да. Блин, я понимаю его. О, боже. Сочувствую. Жаль, что этот парень на работе, потому что после такого ему явно стоит выпить. Он, конечно, опозорился, но тут виноват только он сам. И, по крайней мере, никто не пролил его напитки. Давай! Давай, давай! Ура! Смотреть футбол трезвым – это ужасно, но этому парню придется смотреть за оставшейся игрой команды Аксбридж без пива, которая сбил прилетевший мяч. Это прям четко. Неловкие моменты на людях неприятны, но следующему подростку жутко не повезло прямо в собственном доме. О-о-о! Чего? Чего? А что случилось? Это был питание, типа, бомбанул, что ли? Это печально. А что надо было сделать, чтобы он так бомбанул? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я понимаю его более. Блин, ну это капец. Я тоже очень расстроился. Комплектующие дорогие еще. Не понятно, что оно за собой унесло, из-за был питание. Нико Fast Action 99 попытался собрать компьютер в 20-м году. Он задымился. Парень подумал, что уничтожил свой первый ПК, но позже выяснил, что дым пошел из-за двух неисправных кабелей, и после их замены компьютер оказался в полном порядке. Я рад, что Fast Action не уничтожил технику, потому что это было бы ужасно. Что это там такое? Крыша отлетела! Я надеюсь, что там сзади никого не было из других водителей, потому что, представляете, крыша водителя бы отлетела в лобовое, блин. Теперь поездка испорчена. Этот невезучий водитель хотел ощутить ветер в волосах, но ощутил только страх, когда крыша его кабриолета Lotus взлетела в... Подождите, он решил... Секунду. Он решил открыть крышу во время того, как он едет, серьезно? То есть сопротивление воздуха, там, ну, на скорости? Не-не. Ее уже нельзя открывать-закрывать на большой скорости, уж тем более. Вообще во время движения ее нежелательно открывать-закрывать. Мне кажется, это даст нависы, тогда это все детство. Воздух из-за неисправного механизма фиксации. Крыша была крышка, но, к счастью, она не попала в другие автомобили. Ну да, хотя бы в другую машину и попала. И еще одному водителю повезло меньше. Он еще и в другую прятался. Миллион долларов. Ну, понятно, что бампер не стоит миллион долларов, но бампер стоит, наверное, тысяч 10 долларов, наверное. Поскольку он пластиковый, и вроде в этой машине почти все пластиковое, ну, практически. Но все равно бампер... Боргини Авинтадор за миллион долларов в другую, работая парковщиком... А, это вообще задний бампер, класс. Дино в Перте в Австралии. Машины принадлежат миллиардеру по имени Лоренс Эскаланто. И у него наверняка есть деньги на ремонт. Но повреждение суперкара за миллион – это серьезная ошибка. Так что парня наверняка уволили после этого. Могло быть и хуже. Его могли поставить в угол, как следующего мальчика. Это, ну, это жестко. О, что, влетел или что? Что случилось? Ха, карма работает быстро. Я не понял, что такое случилось. Вряд ли родители мальчика обрадовались, что он не только пользовался гидроциклом, но еще и сломал его. Гидроциклы стоят от 5 до 20 тысяч долларов. Поэтому на замену поврежденных деталей уйдет целая куча карманных денег. Конечно, парень заслужил это за то, что обрызгивал... Ну да, что он обрызгивал? Правильно. Но следующий бегун, наоборот, оказался медленным. Он замедлился в конце. Да! Это фиаско! Что ж ты замедлился, браток? Последних секунд нужно, наоборот, ускоряться. Матро Буста слишком рано начал радоваться тому, что добежал до финиша на триатлоне в Испании. Он много месяцев тренировался, но радость стоила ему забега. Думаю, теперь он будет праздновать после победы, как эти спортсменки. Для меня танец в раздевалке полной спортсменок был бы мечтой. Но когда команда Аргентины по хоккею на траве вышла в финал на Олимпиаде 20-го года и затащила на празднование уборщицу стадиона, бедная девушка чуть не умерла внутри. В ее защиту спортсменки только закончили игру, и трудно веселиться, когда чуешь чей-то запах тела. И тем более собственный. Это еще засняли, блин. Но она попыталась, видите, сразу... Ну, блин! Фаза-то жарко! Это, конечно, жарко, но кому-то жарче остальных. Видимо, девушка забыла взять с собой дезодорант, когда поехала на фестиваль. Это видео показали в официальной трансляции, так что неловкий момент увидел весь мир. Это жесть! Это во всех смыслах неприятно. Но та девушка была просто зрительницей, а кто-то сконфузился прямо на сцене перед публикой. Блин, какие классные шары! Шикарно, шикарно! Он очень был рад, что стал именно тут. О! Наконец-то! Не! Школьное выступление мальчика прервали... Ну, это смешно! Я думаю, там все наблюдали не за концертом, а за битвой с шарика и мальчиком. Перепробовал все возможное, чтобы убрать их от своего лица. Я думаю, это была самая интересная часть этого шоу. Статические силы были против него, что привело к смешной схватке. Увы, шарики победили в ней. Он застрял в неудобной ситуации на весь оставшийся концерт. Но зато он не приклеился буквально как этот мужчина. К чему он приклеился, если все поймут? А! А! Чего? Ээээ... А к чему он так приклеился? К вам конкретно? Ээээ... У него еще носок перенят, приклеился. Сейчас еще нога приклеится. Я думаю, если бы так долго не стоял бы на ногах. Да, он действительно застрял. Рабочий разлил мощный клей по деревянным половицам, чтобы уложить виниловый пол. Вот только когда он попытался выйти из комнаты, его ботинки и носки прилипли к клею. Я рад, что видео обрывается на моменте, где он ставит басы на ногу. Да, я бы сказал, что дальше он будет делать? Мне не хочется видеть, как он вырывается оттуда. У всех бывают плохие дни, и после поломки гидроцикла или неудачного боя с шариком, нет ничего лучше, чем насладиться пиццей. Но иногда плохие дни становятся еще хуже. Хочу слушать теперь. Блин. Просто... Сколько это плохо все и печально. Мамма миа. Если бы ветер унес мою пиццу, я бы принял это как знак вселенной, что надо поесть овощи. Но этот мужчина... Это... Ну, наверное, у него слишком был плохой дни. Он просто хотел пиццы. Он просто очень хотел пиццы. ...не желал сдаваться перед природой и сел на тротуаре, чтобы поесть честно купленную пиццу с пепперони, грибами и песком. Вкуснятина. Уронить еду, не успев ее съесть, ужасно. Но следующее блюдо было уничтожено еще до того, как его вынесли из кухни. В 21-м году друзья Джессики Брайан испортили ее выпечку внезапным розыгрышем. Тот факт, что она смотрит прямо в камеру, наводит меня на мысль о том, что это постановка. Не сказать, что да. А вот настоящее представление уличного артиста закончилось непостановочным курьезом. Как помыл машину, только я денег заплатил. Вот, блин. Ему буквально отплатили той же монетой. После выступления Миму из Сальвадора заплатили невидимыми деньгами. Кажется несправедливо, но он же может просто изобразить деньги и купить невидимую еду. Хотя вряд ли они ее покушать. Выступление не принесло ему денег, но не только он не смог развлечь публику. Продолжение следует... Мама говорила мне танцевать так, как будто никто не видит, но, наверное, она не это имела в виду. Молодая тиктокерша прославилась против воли, когда женщина сняла ее танец в машине. Момент был неловкий, и, как ни странно, ее засняли с еще одного ракурса. С основного. Даже собаке как будто стыдно за этот танец. И не только она оказалась в несколько неловкой ситуации. Собаки должны быть друзьями человека. Реально, ну ты что-то прям палишься, дружочек-пирожочек. Можно увидеть внутреннюю борьбу в его голове. Я тебе глаза не могу просто. Но так вкусно. Шерстяного преступника поймали с поличным, но есть воры и похуже, которые заслужили позор в интернете. Как парковщик, который забрал жвачку из машины клиента, но потом понял, что в ней стоят камеры. Я не удивлен, что он хочет украсть жвачку, потому что от него разит преступностью. Воровство на работе... Это не самое страшное, ладно. Но может быть хуже. Можно было попасть на камеру во время кражи чего-нибудь более ценного. Странно, но он передумал. В 23-м году британский парамедик решил взять 60 фунтов из дома старушки, которая умерла незадолго до этого. К счастью, у нее в комнате были установлены камеры, и медик умер внутри, когда понял, что его снимают. Пришлось неловко вернуть... Ну блин, господи, это такой ужас. К счастью, это было не единственное его наказание, и благодаря видео полицейские смогли поймать его и приговорить к штрафу в 900 долларов и 120 часов неоплачиваемой работы. А еще его уволили. Дослуженно. Такой аморальный поступок от парамедика особенно... Мне кажется, ну, в его стране парамедики нормально даже зарабатывают, чтобы опускаться до такого, блин, просто. Но большинство работников... Ну, опускаться до такого, это прям фу. ...охранение более ответственное и трудятся буквально до изнеможения. После тяжелой ночной смены один медбрат показал, что ему нужен отдых, когда попытался использовать ключ-карту с работы, чтобы попасть в свой дом. Переработал, блин, бедолага. Ну видно, что прям вообще... Даже не с первого раза понял. ...взгляд. И он не один такой. Что я делаю? Да. Осознание, что я, блин, делаю сейчас. Оба медика явно слишком часто проводят ключ-картами в своих больницах, и они заслужили хороший долгий сон. Ухаживать за пациентами утомительно, а спасать жизни иногда бывает просто ужасно. Некоторые так неблагодарны. Помогла, блин, на свою голову. Тара Вигли исполнила роль спасателя, пытаясь вытащить белку из бассейна, но в итоге получила только новую боязнь грызунов. Крики Тары очень смешные. Но в ее защиту злых животных и правда стоит опасаться. Ну да. И еще больше нужно опасаться этих пугливых парней, которые кричат на то, чего даже не существует. Не знаю, во что они там играют, но что-то мне подсказывает, что не в игру про готовку. Когда некоторые играют в хорроры в виртуальной реальности, их слишком пугает реалистичность. Эти друзья... Не, ну реально, вы знаете, как страшно играть в хоррор-игры в VR-шлеме? Реально очень страшно. Это совершенно не те ощущения, когда ты играешь на экране. Крикировали на зомби шутер криками, а у следующего ребенка была совсем другая реакция. Это хвост. Это хвост. О, Господи! О, Господи! О, Господи! Видишь, как ты в игре? Мы не можем видеть, брат. Я... Эта игра вернула мальчика к заводским условиямам. Он так испугался, что забыл, как говорить, и обратился к детскому лепету. И если он хочет играть в хоррор, ему надо быть менее робким. Как этот агрессивный малыш. Я... 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 Я сожжал тарелку. Батя знал, что произойдет. Очаровашка, правда? Я знаю, что никогда не заведу детей. Этот хулиган пытался задуть свечи брата, но его папа победил маленького монстра, как отважный рыцарь, выставив в бумажный щит и блокируя его атаки, несмотря на неизбежную истерику. Наверное, именинник пожелал себе брата получше. Например, такого же, как вот этот. Вычстили это? Вычастливый щит, хочешь попробовать? Да. Ты любишь это? Угу. Угу. Ты тоже хорошен? Ты хочешь еще? Не, пожалуйста. Что ты плачешь? Назре я. Но иногда, чтобы притвориться, что тебе нравится мамина стряпня, требуется еще больше таланта, дабы не огорчить ее. Как узнала девочка. Как это? Как? Это выглядит так... Это выглядит, как ты себя чувствуешь. О, да, это выглядит. Как ты себя чувствуешь. Окей, ты в порядке? Да. Ты чувствуешь? Я в порядке. Очень вкусно, очень вкусно. Когда Папер Уилкинс попробовала мамина блюдо в семнадцатом году, она притворилась, что ей понравилось, только ее чуть не стошнило. Она героически пыталась удержать спагетти внутри, но, подозревая ее, колени дрожали, а руки оттяжелели. Господи, бедная девочка, бедная девочка, реально. Ну, слушайте, настолько у нее, знаете, эмпатия к маме, что она до последнего говорила, да, все нормально, все нормально, вкусно, вкусно. Повезло, что у нее на рубашке еще нет следов рвоты. Оба ребенка соврали, чтобы не обидеть родителей, но обычно дети не столь тактичны. И эта девочка отказалась смотреть на папу, который сбрил бороду. Не узнает потом еще. Ну, это забавно. Расстроился без бороды. Смотрит и расстраивается дальше. Я бывшая отреагировала так же, когда я избавился от своей бороды. Но не все выглядят побритыми так же хорошо, как и я. И эта девочка не узнала папу без растительности на лице. По рассказам мамы, она не могла смотреть на него без слез два дня. Жестоко, конечно, но бывают более приятные случаи, связанные с внешностью. В 22-м году драк-квин и имитатор Леди Гаги под псевдонимом Пенелопе Джин убедилась в этом, когда один из охранников принял ее за саму известную певицу. Когда Пенелопе Джин пришла на концерт Леди Гаги в Майами, охранник подумал, что она есть звезда, и начал проводить ее сквозь толпу, пока Пенелопе не повернулась к нему, чтобы показать лицо. Справедливости ради, Джин известны изображениями Леди Гаги, поэтому его ошибка объяснима. Некоторые другие подобные случаи более неловкие. Например, эта женщина встретила одного из любимых актеров, но даже не поняла, кто это такой. Существует на концерт! Вау, что ты не забыл? Вау! Какую? Вау! 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 Ну это мило, это хорошее видео. Говорят, не стоит встречать своих кулеров, и это неловкое видео показывает, почему. Ну оно мило, я не знаю, оно хорошее такое. Когда Лорен Ценк встретила актера Александра Людвига, она сказала, что он похож на персонажа его любимого сериала «Викинги». Лорен была очень смущена, когда Александр рассказал, что он и сыграл этого героя. Это прикольно, даже не подозревал, но только, знаете, прикольно, смотрите, вот сериал, мне нравится, похожий, гляньте. Как он играет кровожадного воина, и как Лорен увидел доброго канадца в кепке, она не сразу поняла, что это тот самый Бьерн из сериала. Волосы и макияж могут сильно изменить внешность, но только на время. Ну так круто, круто. Это прям реально миленько. Ой, он отмывается, да? Хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ, да. Ну чё, Хэллоуин продолжается. В 21-м году тиктокерша покрыла лицо яркой фиолетовой краской ради видео, а потом выяснила, что она никак не смывается. Неизвестно, через какое время краска снялась, но в недавних тиктоках девушка не особо фиолетовая. Но она единственная тиктокерша, которая так просчиталась. Это больно, это шея же. А ведь раньше дёгтем и перьями покрывали для наказания, но теперь тиктокеры сами это делают. Это художница Rebel Rebel 9-11, которая с помощью грима превращает себя в животных и мифических существ. Хотя она любит перевоплощаться, удалять множество слоёв клея, грима и перьев ужасно трудно. И неудивительно, что она так стенала, пока отрывала от себя перья. Но всегда может быть хуже. Её лицо хотя бы не было покрыто воском. Продолжение следует... ...-ass Took up her turn. Сока кстати, перья, Sneра трезав تم ръех distance на своей странице. Небе к旅е не было важным,reno не было многими одновременно. Оно? Это понятное дело, оно больно, оно, да, оно бывает, какую-то штуку делаешь, не знаю, с носа в ластинку выдержишь, что это такая противная, бесящая, знаете, я плакать начинаю, у меня прям реально слезы, у меня слишком частичный нос. Чего она жалуется, я покрываю лицо воском каждый день. В 21-м году тиктокерша Алексис буквально влипла в неприятную ситуацию, когда нанесла расплавленный воск на лицо, одновременно слушая какой-то подкаст. К сожалению, уже после этого она выяснила, что снимать маску очень больно. Несколько минут она отрывала волоски на лице и в конце концов получила слепок, который идеально запечатлел ее болезненное выражение. Алексис смотрела на свое приключение с юмором, но следующая ситуация оказалась намного менее смешной. Учитывая серую погоду и еду, Британия бывает мрачным местом. И вполне понятно, почему в 23-м году две туристки столкнулись с английским дружелюбием. Я знаю, что типа они не разрешают, чтобы к ним прям подходили. Но у меня все равно один вопрос. Это все, конечно, очень красиво, прикольно, типа такие в броне, с крутыми шляпами. Но они же не выполняют никакой именно в плане защитной роли. Я думаю, вряд ли они могут своими мечами защитить кого-то от пистолета. Ну, типа там корону, ну, кого-нибудь там защищают. Я понимаю, что это больше как достопримечательность. Я понимаю, что типа солидно, да, они там настоящие солдаты, как я знаю. Они реально проходили службу. Но вот по факту же, по факту, они же по идее реально достопримечательность для туристов в первую очередь. Это традиция плюс достопримечательность для туристов. Но какой-то настоящей полезной роли они особо уже не несут. То есть роль защитников они явно не выполняют. Я думаю, настоящая защита там есть. И это, я думаю, не они. Может, это кого-то оскорбило, но это у меня такое ощущение. Можете я поправить в комментариях? Это просто, это говорю, это мое субъективное ощущение такое. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Подборка к концу. Эх, это он решил, что прям к коринжану уйдет. О, блин. Ну вот это прям больно. Это одно из самых смешных видосов. Это битва с шариком. Бу-га-га-га. Как думаете, чье лицо выразило боль лучше всего? И кто заслуживает премию? Выберите своего. Хороший видос. Ребята, ссылочка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем счастья, здоровья. Дай всю свою придачу. Пока.